Что касается бронхита, да, конечно, это тоже инфекционное, безусловно, заболевание. Оно сопровождается диффузным испалением бронхов, то самое, то есть, опять-таки, гной в них, инфекции. И поэтому симптомы и реакция кашель, с кашлем организм пытается вывести вот этот гной из организма. Дело в том, что если длится, скажем, меньше трёх недель, да, как правило, бронхит, конечно, их можно путать между собой, разные типы бронхитов, я не буду ещё подразделять, но может быть и хронический, тогда он длится вообще долго, и на протяжении нескольких лет термонентный возникает, и вроде проходит, и может идти вялотекущий, да. Если сопровождается одышкой, то это, конечно, уже обструктивный бронхит, это предшественник, так сказать, вот уже последней стадии перед бронхиальной астмой. Но, безусловно, основными возбудителями кто являются? Стафилококи, пневмококи, стрептококи. Ну, могут быть вирусные природой возбудители. Например, вирус гриппа, ну, само собой, разных штаммов, разных форм, безусловно. Это могут быть другие инфекции, это могут быть какой-нибудь аденовирус, например, парагрипповирус, ну и так далее. Атипичные возбудители бронхита, то есть, вот скажем, тоже есть. Это хламидии, это мекоплазма, кстати, очень серьёзная вещь. Дело в том, что они биологическое звено, нечто среднее между бактериями и вирусами, очень серьёзное. Большую часть жизненного цикла они, как вирусы, проводят внутри клетки организма. Но по характеристикам они всё-таки напоминают больше бактерий. И они часто вызывают. Ну и грибковые инфекции, безусловно. А у кого системный кандидоз, так это просто, как говорится, частое проявление и может быть. А ведь бывает и сочетание разных возбудителей. Может начаться как вирусное, а дальше уже при ослаблении организма и разносятся бактерии или грибки. Факторы риска какие? Ну, запущенные формы, стаж большой. Не дай бог, там у кого курение, вредное производство. Естественно, на алкоголь, про это уже не говорю. И хронические заболевания, тем более там органы пищеварения. Ну и так далее. Значит, симптом бронхита один, например, кашель. Это понятно всегда. Он может быть сухим, когда отхождения мокроты нет. Это воды не хватает. Или влажным. Может быть, зелёным даже оттенком мокрота. Это уже стопроцентный критерий какого-то бактериального воспаления. Сухой кашель может наблюдаться, кстати, при вирусной инфекции. Ну и всё равно задача, конечно, свести к влажному, отхакивать, выплёвывать. Это в идеале. И это не все, к сожалению, делают. Могут делать, некоторым противно. Проглатывают по привычке. Ну, а привычка, она такая. Она очень хорошо может меняться. И потом то, что было противным, стать естественным. Для детей это, конечно, через сопли всё идёт. Ну, имеется в виду через «не хочу», «не буду». Но вы понимаете, что тут уж как-то надо говорить с детьми. Можно, конечно, сдавать анализ крови клинически. Понятно, что при подозрении на пневмонию даже сделать рентген возможно. Хотя можно и без него обойтись. Главное, после того, как симптомы уйдут, ещё долечиваться. Хотя бы, пусть даже выходите на работу. Ясно, две недели хотя бы, как минимум, обязательно делайте те методы, что я рекомендую. Теперь, значит, конечно, обычно при обструктивном ранхите требуют что? Врачи делают спирографию, исследование функций внешнего дыхания. При выраженных симптомах спирографию добавляют ещё пробой, специальный бронхорасширяющим препаратами. Цель – просто исследовать, определить область патологических изменений и исключить возможные заболевания, например, бронхиальную астму. Поэтому лечатся и бронхиальную астму. Немножко о пневмонии. Что такое пневмония? Ну, это целая группа разных по провоцирующим как бы факторам, по механизмам развития, по морфологическим и другим проявлениям острых инфекционных воспалительных заболеваний лёгких. Разные-разные раны. Они характеризуются преимущественным поражением альвеол лёгких. Вот этих самых пузырьков, где происходит, через которые газообмен с кровеносной системой, и в них развиваются воспалительные процессы. И это самое распространённое инфекционное заболевание лёгких, то есть пневмония. И причина, конечно, всегда – гной и микроорганизм. Заболевание, будем считать сейчас, конечно, оно, безусловно, не смертельное, а тем более даже его можно излечить достаточно быстро, если знать, как, чтобы правильно делать. Понятно, что оно заразное, может быть, хотя не всегда. Воздушно-капельным путём, конечно, передаётся заражение. Если организм ослаблен другого человека, он может тоже заразиться, может подсыпать определённую форму штамма грибков, бактерий, которые просто при ослабленном иммунитете, если вдруг это так начнут, так сказать, размножаться. Поэтому через кровь тоже возможно, кстати, заражение. Стоком крови, например, при инфекционных, кстати, даже заболеваниях в кишечнике, которые есть. И вот это тоже может, если при повреждении попасть в кровь и пойти в лёгкие, и таким образом заразить человек может сам себя. Это эндогенный механизм развития воспаления лёгочной ткани, например, при активации вот вяло текущих микробных, так сказать, уже живущих инвазий. Ну и прочие, прочие, прочие. Ну и, конечно, дополнительные факторы просто ускоряют, усиливают, отягощают. Это всё ясно. Бактериальная инфекция, конечно, вот, как я уже сказал, самая распространённая. Это те же самые стриптококи, стафилококи, пневмококи. Под влиянием, тем более, вирусных заболеваний гриппа. Кстати, тех же герпесов здесь уж это однозначно. Грипковых поражений это усиливается, да? Ну, понятно. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто ещё не подписался. И не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео. Ну, а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. И не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях, подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам. Ну, если, конечно, вы сочтёте это нужным. Я рекомендую. Опускаю всё лишнее, скажу, что здесь, конечно, всегда температура высокая, 39 и выше. Одышка может быть, как в покое, так и с нагрузкой. Влажный кашель, мурсабильный мокротый. Иногда боли в грудной клетке, безусловно. Часто есть симптомы слабость при этом, снижение, ну, понятно, работоспособности. И потливость, и прочее, прочее. У детей это ярче проявляется, быстрее, понятно. А вот крупозная пневмония, когда воспалительная, уже процесс задели, паренхимудолик лёгкого, то есть начинается быстро, резко, с высокой, за 39 температур, и приступают сразу приступы боли, одышка, слабость. То есть это всё усиленно и быстро, и резко. Сначала может быть сухой кашель. Через пару дней он уже мокрый, стойкий жар. И 10 дней больше может быть кашель с мокротой. Ну, он может быть и больше, если не выводить, если вы задерживаете этот процесс. Ведь организм при этом очень мощные резервные механизмы открывает для того, чтобы дать возможность убрать эту первопричину гной с очагами, вот этими паразитирующими на этом гное, развивающими болезнотворным микроорганизмом. Конечно, могут быть вплоть до пузырьковых таких воспалений, как проявление на крыльях носа, около губ, на щеках. Очаговая пневмония, например, там она может быть разная, там дольковая и прочее. Она незаметна может быть. Как осложнение после ОРВИ проявляться, кстати, переходить. Вот почему недолеченные тоже опасны. Причина вся – это гной, конечно, которую мы не удаляем из организма. Ну, и так далее, и так далее. Конечно, бывает вообще кровоотхаркование. Это один из тоже симптомов пневмонии, вызванный, кстати, гриппками. Запомните, что сочетание кровоохаркания и боли в боку – признак инфаркта лёгкого. Да? Вот важный момент. Очень надо это запомнить. Боль в грудной клетке при пневмонии могут носить такой и глубокий, и поверхностный характер. И вот эти боли, поверхностные, например, они являются следствием воспаления межрёберных мышц, куда уже попало, значит, с инфекцией, они инфицированы. Это усугубляется при глубоком вдохе и сразу чувствуется. Глубокие боли связаны с поражением или растяжением оболочки лёгкого плевры и её воспалением, то есть плевритом. И обычно они очень интенсивные, усиливаются при глубоком вот таком дыхании и кашле, да? При расположении очага в нижних отделах лёгких и вовлечении в процесс уже другой плевры, диафрагмальной, боль может распределяться на брюшную полость. И что делать? И вот так называемая проявляется картина острого живота, то есть боли, понятно, у животных. Значит, одышка, чувство нехватки, воздуха и кислорода, конечно, это основной признак пневмонии. Она очень выражена особенно при воспалениях, развивается на фоне вот этих хронических всех заболеваний, там, любых бродколюбочных, да? Это понятно. Кроме вот таких характерных для пневмонии описанных симптомов, ещё бывает проявление общей интоксикации организма, да? А зно повышенной температуры, вот эта огромная высокая 40, там, потливость. Естественно, человек не хочет есть, тут, не дай бог, есть нельзя ничего. Вы что, очищать срочно организм? Тошнота, рвота, прочее, прочее. Надо отметить очень важную особенность. В последние годы, к сожалению, очень часто пневмонии не клинические явные признаки носят, а такие, знаете, без лихорадки, кашля, без отхождения мокроты. Это говорит, о чём? Иммунитет у человека стал на нули. У современного человека, к сожалению, это сплошь и рядом. Я не говорю уже о том, что последствия воспаления лёгких могут проявляться очень серьёзными осложнениями. Острые дыхательные достаточно, плеврит, гангрена, лёгких абсцесс, всё что угодно. Что такое плеврит? Это воспаление плевры. Ну, дело в том, что пневмония чаще всего вызывает как раз эксцентративный вот этот плеврит в плевральной полости, когда скапливается вот этот вот, грубо говоря, гной. Один из видов плеврита, который может вызвать воспаление лёгких, как раз как обратный эффект, это гнойный плеврит. Естественно, обструкция дыхательных путей, проявляется всегда затруднением прохождения воздуха и приступ удушья и одышкой. Это всегда гнойное воспаление, понимаете, в лёгких. Где, в каких отделах? Вот другой вопрос. И вот это вот в лёгких может скапливаться жидкость, отёки вызывая. А это может стать очень серьёзным осложнением, потому что, ну, понятно почему. Кислород не питает даже собственные ткани. Некрозы и так далее, вот что опасно. Вот эти осложнения лёгочные все, как я уже акцентировал, могут провоцировать любая пневмония. Это эндокардит, миокардит и другие поражения сердца, а также мозга, венингит и так далее. Есть такое понятие, я уже скажу вам, это плевральный выпад, так называемый. Это избыточное скопление жидкости в плевральной полости, которое может как раз возникнуть вот из-за этих самых нарушений работы лимфатической системы, собственно, приводить вот к этим последствиям, что это. Вообще плеврит может быть инфекционный и неинфекционный. Так вот, инфекционные плевриты, они связаны, конечно, естественной жизнедеятельностью в этой плевре оболочке внутри, в жидкости, которая там плевральная, да, которая выполняет амортизирующую функцию при дыхании, ну и защитную, конечно. Так вот, там могут быть какие? Бактерии те же самые, что я перечислял. Трептокок, гневмокок, это микобактерии туберкулеза, микобактериоз так называемый, простейшие, например, разные амебы, там, например, грибковые инфекции, праздиты тоже, тот же хинокок, альвеокок. Ну и неинфекционные, к сожалению, да, ну, об этом надо сказать, это раковые опухоли. Причем даже не только как первичные опухоли плевры, а это бывает, но и метастазирующие поражения при опухолях других органов, уже когда метастазы идут в плевральную область. Системные заболевания, там, например, автоиммунные, красная волчанка, ревматоидный артрит часто, воскулиты, там, травмы, операционное вмешательство, безусловно. Инфаркт миокарда, да, инфаркт лёгкого, тромбоэмболии лёгочной артерии, безусловно. Ферментативный плеврит с острым, причем при протекании острого панкреатита, когда ферменты поджелудочной железы могут растворять плевру. И, естественно, вот эту плевральную плод. Такое бывает, наверное. Ну и прочее, прочее. Осложнения плеврита разные, серьёзные. Ещё раз хочу подчеркнуть, снаружи лёгкие вообще покрыты тонкой оболочкой, плеврой. Грудная полость, она покрыта пристеночной плеврой. То есть, с одной стороны лёгочная вот эта вот плевра, и грудная полость пристеночная плевра. Между оболочками плевральная жидкость находится, там нету воздуха, разумеется. Почему это нужно? Ну, чтобы трения не было, я говорил. 12 кубометров человек взрослый примерно вдыхает в день, за минуту 100 литров воздуха. Это, конечно, огромная нагрузка, как в сердце. Очень важно, чтобы вот эти миллиарды, там, миллиарды альвеол работали и были чистыми, чтобы передавали хорошо кислород, забирали продукты распада, углекислый газ. Ведь бронхи именно ветвятся, они до конечных частей, до своих вот этих шариков альвеол. Там они выделяют тоже биологически активные вещества, обеззараживающие и против слепания. Дело в том, что вот эти продукты обмена, они удаляются фагоцитами, то есть теми клетками иммунными, которые туда приходят и попадают в эти маленькие альвеолы, проходят. Очень важно, чтобы вот это вот прохождение было чистым, спокойным, без слизи, а то гной будет некротические процессы вызывать, когда уже невозможно будет выведение и поступление новых иммунных клеток, чтобы они уничтожили новые инфекции развивающиеся. Вот почему на гное легко развиваться инфекция. Туда уже не могут поступить просто защитные клетки. Собственно, бронхиальная астма. Вот нормальный бронх, а вот когда спазмируют. И бронх всегда спазмируют. Вы помните, когда постоянно брызгают, всё, тут уже ни гной никогда не выйдет. Это всё, это жди беды по-любому. Поэтому с этим, у кого есть, надо бороться просто срочно. Вот бронх в состоянии спазма, а здесь нормальный. Вы видите, организм всё время держит в таком полуоборочном состоянии. И главное, дистрофия мышц происходит, которые способны приводить в тонус. Астма, понятно, что это хроническое серьёзное заболевание бронхиальное, которое характеризуется чем? Приступами удушья, сдавливающим таким дыханием, одышкой, кашлем. Конечно, загрязнение воздуха, это всё табачный дым, аллергены, любые частицкие пыли, всё это влияют. Но влияют почему? Потому что и так всё забито гноем закоксованным, и всё в спазме, и практически обменные процессы нарушены. Кислорода не хватает, в том числе для собственных тканей, для собственных. Поэтому серьёзное дело, с этим надо, конечно, бороться. Рецидивы дальнейшие очень могут серьёзные быть, вплоть до иссыхания лёгких и так далее. Возможно, летальный исход. Ну, естественно, нужно уменьшать эти спазмы, но не химическими методами. Да, конечно, если другого выхода нет сейчас, в данный момент, но что делать, когда пользуется уже человек? Надо продолжать пользоваться, но постепенно уменьшать по мере очищения лёгких, по мере разжижения гнойных отложений и так далее. А это возможно, я это описываю, как это делать. Вообще, при бронхиальной астме, я говорю, всегда надо очень серьёзно отнестись к восстановлению кишечной метрофлоры. Серьёзнейшим образом. И помнить, что тут уж точно и кандидоз, и прочее, есть, конечно, и какие-то коки. Вот тут подход нужен такой очень всеохватывающий, а всеобъемлющий. Это вот туберкулёз лёгких. Конечно, он и вызывается кислотоустойчивыми микроорганизмами, часто микобактериозом, микобактериями. Очень большое количество людей, ну вот примерно 2 миллиарда людей от общего населения планеты, считайте, сколько это, являются носителями. Но заболевает, то есть в активную форму переходит около 9-10 миллионов человек в год в мире. И 3 примерно в год умирает от осложнений, связанных с туберкулёзом. Осложнений много. Безусловно, это и недостаток кислорода, это основная причина смерти всегда. Это недостаток питательных веществ, потому что происходит серьёзное нарушение и пищеварение, и главный коэффициент усвоения пищи. Туберкулёз может быть не только лёгких, но в том числе, мы говорим сейчас об этом. Это всё накладывается с того, что сначала недолеченные простуды, а дальше бронхиты, ангины. И вот уже потом, когда-то или бронхиальная астма, или туберкулёз, пожалуйста, если тем более будет инфекционный очаг серьёзный у людей, кто идёт более-менее адекватный образ жизни, просто дольше это может всё тянуться, и очаг быть не такой сильный, и даже определить трудно. Что происходит дальше? Вот после, например, заживления первичного очага, бывает часто, что повреждённая ткань лёгких насыщается солями кальция и твердеет, и образуется так называемый очаг гона. Аналогичные очаги, кстати, фиксируются у лёгких, у многих людей, страдающих долгое время этим заболеванием. Ну и, конечно, это на фоне иммунитета слабо. А первичный очаг, что это такое? Ну это определённый участок лёгочной ткани, это очаг, это воспаление лимфатических сосудов, по которым отводится лимфа гнойная, и увеличивается воспаление вот этих узлов средостения, где завершается путь заражения. И вот этот первичный очаг при туберкулёзе, он как бы представляет собой на самом деле два очага. Это пневмония и лимфодений, которые соединены воспалениями лимфатических сосудов, ну и уже распределение дальше заражения идёт в зависимости от многих причин. Ну вот, вторичное, вот туберкулёз лёгких, симптомы какие? Значит, первичное может вообще никак не проявляться, я уже об этом говорил. Тут уже очаг большего размера становится, уже сказывается дефицит витаминов многих, в том числе D, хронические болезни. Вместе с поражением лёгких поражения уже проявляются почек, селезёнки, печени, головного мозга, вот всё, что угодно. Симптомы тоже, в принципе, даже вот этого туберкулёза, ну тоже не специфичны. Они могут быть спутаны с такой пневмонией, с бронхитами, ОРЗ. Надо обращать на что внимание? Что при туберкулёзе, в отличие от других заболеваний, проявление симптомов усиливается и не исчезает очень долгое время. Про некоторые проявления. Значит, вот когда родинки на лице, например, да, но не те, что родился человек с ними, а вот которые вот пришли в процессе жизни. Не когда ребёнок начал болеть уже ангинами, вот если это так, то это часто при больных лёгких, уже вот имеющие определённые проблемы, но и как раз родинки на лице проявляются. Теперь, значит, если вот соскобы на языке, то есть вот эти белые налёты, это, конечно, говорит о кандидозе системном, но и очень большая вероятность, ведь есть системный кандидоз, он начинается в кишечнике, а дальше и в лёгкие могут быть поражены. Конечно, помните, в щелочной среде не развиваются грибки активно, они развиваются в кислой среде всегда. Лёгкие вообще тесно связаны с правой почкой, и если есть попеломы, особенно на правой половине, за ухом, за скулой, потом идут по шее справа и подмышкой, например, если есть попеломки, да, то это очень характерно тоже говорит о том, что есть лёгочные проблемы. И были, и недолеченные ангины, и то, что в ноги в лёгких, это тоже косвенный признак, но очень чётко говорящее об этом. Ну что же, а теперь мы поговорим о лечении бронхита. Давайте посмотрим, что делать. Во-первых, нужно снять температуру, если она сильно высокая. Естественно, автоматически снять интоксикацию, ведь снимая температуру тем методом, о котором я говорю, это автоматически происходит как просто бонус. Бонус очищения, ну, по крайней мере, сильной интоксикации, да, вывода из организма. Это промывание, это очищение, это та самая магнезия, либо можно кастурку использовать, да, натуральную только, конечно, не химическую. Но магнезия – самый простой способ, и я это объяснял в своих лекциях по пищеварению, как это происходит. Учтите, что начать здесь стоит с голодания, конечно, ничего не есть. Можно, конечно, не пять дней, можно пару дней хотя бы не есть, если мы говорим про детей, взрослым лучше побольше, и три, и пять дней, кто сколько сможет. И потом питание. Начинается один день вывод из этого голодания. Но если мы говорим там о двух днях, это не так принципиально аппетит, там лучше первый день соки, смузи такие делать, где клетчатка уже разбивается в блендерах и просто, так сказать, вместе с овощем, зеленью, да, не сок, когда жмых убирается, а принимается жидкая часть, а уже с клетчаткой. Ну и потом на твердую пищу привычную, но только уже, конечно, поймите и постарайтесь всё-таки не есть то, что организму не свойственно, от чего, собственно, вот эта болезнь и другие появляются. Безусловно, нужны ингаляции. Безусловно, нужны отвары, определённый трав, обязательно. Нужны отхаркивающие средства, если, так сказать, кашель, тем более, сухой. Но главное понятие, и вы, надеюсь, уже поняли и знаете, что если кашель сухой, самая главная причина этому не хватает просто воды, чтобы он стал мокрым. Поэтому пейте, пейте воду качественную, с ОВП минус 200, минус 300 старайтесь в этот момент. Пейте воду с низким коэффициентом поверхностного натяжения, чтобы она была активна, текучая, чтобы выносила яд и токсин из организма хорошо. Пейте воду щелочную обязательно. Утром соду и проперите, если не забывайте, как средство, которое сразу решает очень много проблем. И кислород доносится в ткань. И всё-таки идёт дезинфекция очень хорошая, что важно, потому что всё равно это процесс инфекционный. В конечном счёте инфекции развиваются на гной, на ядах, на токсинах у нас в организме, на замедленном течении лимфатической системы. Это уже вторичные проявления. Так что мы убираем и то, и другое. Поэтому чайная ложка может быть на литр воды. Тёплость всегда будет пить. И есть другие, конечно, методы, которые параллельно нужно производить. В зависимости ещё от того, что у вас вместе с бронхитом, бывает и такое. Значит, во-первых, ингаляция. Вы берёте кастрюльку в кастрюльке, то есть водяная баня классическая. Растапливаете столовую ложку воска пчелиного натурального жёлтого. Три столовых ложки измельчённых только предварительно в кофемолке, либо в блендере порошка прополиса пчелиного. Размешиваете всё хорошо. Соответственно, внутренняя кастрюлька небольшая, а маленькая. И в горячем виде, не снимая с вот этой бани, закрываете голову одеялом и вдыхаете по 15-20 минут. Так вот нужно делать хотя бы три раза в день. Значит, это у нас для чего? Не просто для снятия кашля, а и для снятия воспаления в бронхах. Потому что ингаляция прополиса – это очень мощное антисептическое средство. Вместе же с перекисью водорода, принимаемым вам внутрь, с водой. Это будет работать гораздо эффективнее, при том, ещё эффективнее, что вы не будете питаться, а значит, организм все силы сможет употребить на вывод ядов, токсинов из кишечника, и на то, чтобы через лёгкие, собственно, лёгочную ткань, с одной стороны, через воздух, газообмен, да, и пары ингалируемых препаратов натуральных вы получали, с другой стороны, через кровь, капилляры крови, которые к альвеолам лёгких подходят, где, собственно, кровь уже несёт те питательные вещества, а главное тут антисептики от чеснока, от того, что я ещё дальше скажу. Ну и, конечно, коллоидное серебро, конечно, кора муралинового дерева – это прекрасные средства, которые вполне разумно здесь применять обязательно. Допустим, цинк – два раза в день по две, селен – три раза в день, в данном случае по три. Обязательно принимайте солодку, потому что корень солодки – это лимфо, дренажное лимфо – движущее средство. Разжижать мокроту – понятно, но вот вы голодаете и параллельно делаете ингаляцию, да? С первого дня снизили температуру, если она у вас высокая, а температура быстро снижается. Для разжижения мокроты, кстати, одновременно снятие воспалений. Старый известный способ, который, кстати, помимо можно делать ингаляции вот на парах прополиса, можно делать одновременно, в этот день я имею, обычную картошку, которую полтора килограмма-килограмм вы в кожуре варите. Там буквально на сантиметра три выше картофеля воды надо залить и хорошенько проводить. Дальше, но не просто так. И вот вода будет подоспаряться, её станет меньше-меньше-меньше, но ещё останется вот этот отвар. Вы туда добавить можете где-то 4-5 капель пихтового масла. И картошку потом растолочь немного, толокушку. И дышать, ну, это горячим-горячим надо делать, и поэтому можно периодически ставить опять, вода немного там остаётся, на подогрев, так сказать. Но если уже растолкли, всё, конечно, будет сильно, да, имеется в виду. Лучше сделать заново. Но достаточно таких два подхода в день. Также накрываете одеяло, дышите парами, пока, собственно, пара ещё идёт и картошка не остыла. Вот комбинация 3 раза в день, например, прополис, а между ними вот это пары картофеля с вот этим экстрактом пихтового масла. Изумительно. Теперь, ну, по питанию, когда уже можно будет питаться, в зависимости, если выберется 2 дня голодания, 3 или больше, вводите обязательно чернику. Вот если она была просто ягода, заморожен, размораживайте, просто ешьте без всяких там сахаров. Ну, мёда можно. Не только. Брусника очень полезна. Та же брусничная вода. Ещё раз скажу, как она делается. На трёхлитровую банку стеклянную килограмм брусники засыпается. Брусника может быть замороженной. Разморозили, засыпали. Прям засыпали замороженной. Наливаете хорошую, качественную воду доверху. Два дня, ну, хотя бы сутки. Она стоит в тепле просто. В тёмном месте только сутки. Полтора дня. Потом убираете в холодильник. И уже, собственно, с марлечкой или с крышкой. И она у вас уже будет стоять ещё пару-тройку дней. Розовая-розовая будет вода. Эту воду вы просто пеете, но подогревая обязательно в тёплом виде. И использовать её. То есть, вот как выпили, можете ещё раз залить водой. Потом ещё раз раза три, четыре, пять. Пока розовая будет держаться хорошая консультация. Давить её не надо. Вот это брусничная вода. Есть бруснику с сиропом бруснику. Очень хорошо. Та же калина здесь всегда хороша. Но черноплодные рябины, чёрные ягоды, любые другие, также прекрасны. Полезна очень морошка, которую включать здесь тоже нужно, допустим, как вариант. Или малина. И листья малины полезные в чаи. И сама ягода малины. Поэтому вот это вы можете есть следующие два дня после голодания. Именно вот эти ягоды, которые дадут и минералы, и витаминные вам, и, так сказать, силы. Вот это прекрасный и правильный вариант будет. Значит, не надо сразу есть тяжелую пищу. Это вообще ни в коем случае. Никаких варёных. Тут уж после бронхитов извольте, так сказать, тем более при плевритов и пневмонии. Значит, вот смотрите такой рецепт. Помимо ингаляции, уже при голодании, вы можете делать так. Вы берёте и выжимаете луковицу. Сок из неё делаете, да? И такое же количество сока возьмите яблочного. То есть, выжмите яблоко. Ну, соответственно, по объёму возьмите равных частях. И добавьте туда по вкусу. Ну, пусть будет это столовая ложка мёда. Хорошего качественного мёда. Здесь это очень важно. Принимайте таким образом 4 раза в день по столовой ложке. Можно 5 раз в день, 6 раз в день. Это будет только хорошо. И это будет средство, во-первых, и как пота годная. Воду обязательно много надо пить. Тёплую-тёплую, чтобы потеть, потеть. Максимально потеть. Завёртываться в тёплое даже. Это будет жаропонижающий плюс. Отхаркивающие действия. И плюс дезинфицирующий. Наночеснок. Помните, эта методика вот этого месяца сохраняется в любом случае. Далее. Ну, вот прекрасный вам совет насчёт смеси трав. Вы берёте по 2 части. Листьев макимачихи обыкновенной. Фиалки трёхцветные. По 3 части берёте листья поддорожника и корня солодки. Той самый. Имеется в виду сухих трав коренья по весу. Этой смеси 10 граммов. Можно 12. Заливаете чуть больше, чем стакан горячей воды по 60 градусов термос. Значит, примерно 1,5-2 часа настаиваете, укутывающий одеялами термос. Потом охладить до 45-40 градусов. И, естественно, процедить. Понятно? И вот уже тогда принимайте. Это, конечно, в тёплом всегда виде не менее, чем 40 градусов. Лучше побольше немного. По четверть стакана. 4 раза в день. Поэтому где-то возьмите сразу, чтобы это хватило. Где-то стакан и 1 четверть. Залейте. Поэтому грамм можно взять 12. И где-то с третьего дня можно брать побольше. 15 грамм. Соответственно, таким образом вы можете пить, например, неделю. Можно 2. Но не больше 2 недель. А если всё-таки, а я полагаю, вы излечитесь раньше, то можно сделать и 3-4 дня, а потом заменить на другой состав. Вы берёте в равных частях подорожник. Большой, обычный, да? Клевер красный. Медуницу лекарственную. Фиалку берёте трёхцветную. Математику. Солодку в любом случае. Даже если не указано в рецепте. Из того, что я перечислил. Вы берёте уже в равных пропорциях смешанном в суховиде 2 столовых ложки на пол-литра горячей воды в термос. Настоять это надо часа 4. И выпивать где-то 5-6 раз, 7 раз в день. Глотками, так сказать. Вот весь этот объём пол-литра, чтобы выпить в течение дня. Но помните, что ещё очень хорошее отхаркивающее средство. Ну вдруг такое чудо, что при том, что вы много воды потребляете, да ещё и потеете. И, так сказать, не питаетесь, голодаете сейчас. А у вас отхаркивания всё-таки нет. То есть очень хорошее средство. Это корни первоцвета. Берутся сырьё 2 столовых ложки на пол-литра воды. Это нужно будет настоять часа 3-4, где-то приплёс 60 или чуть выше. И пить по примерно 3 глотка тоже в течение дня вот этот объём. Параллельно только с тем, что вы обязательно то с луком, что я рекомендовал, пейте тоже. Вот в этом случае друг друга это дополняет, усиливает эффект. Субтитры создавал DimaTorzok